Евросоюз окончательно ратифицировал соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Финальное решение по этому вопросу сегодня утвердил Совет Евросоюза. Договор вступит в полную силу с 1 сентября. Что это значит, выясняла Елена Абрамович. Беспошленная торговля, аналогичные законы, сотрудничество во многих сферах, образование, безопасность, энергетика. Соглашение об ассоциации это документ, который делает Украину на шаг ближе к Евросоюзу. И с этим сегодня украинцев поздравляют европейские политики. С сегодняшнего дня мы официально полноценные партнеры. Это большое достижение для Украины. Поздравление в первую очередь украинскому народу, который так терпеливо верил словам украинских и европейских политиков. Это только начало. Мы создали качественную платформу для сотрудничества. Сотрудничать в определенных сферах в рамках соглашения Украина и ЕС начали еще до полной ратификации. Это, к примеру, касается экономической части. О зоне свободной торговли. В вопросе торговли сегодня изменилось немного, потому что торговая часть соглашения вступила в силу еще 1 января 2016-го. И сегодняшнее событие дает четкий сигнал Западной Европе, что Украина надежный партнер. Экономики Украины и ЕС интегрируются. Торговую часть запустили давно, а с политической тянули, поскольку соглашение до сих пор не было ратифицировано. Все из-за референдума в Нидерландах, на котором голландцы не поддержали документ. Чтобы разблокировать соглашение, к нему добавили декларацию и объяснили обеспокоенным гражданам Евросоюза, что ассоциация не означает членство. ЕС не готов пока открывать двери для полного членства. У нас много внутренних проблем. Миграция, последствия финансового кризиса. Европейская перспектива требует времени. Европа любит результаты. Украина тоже нуждается в них. Поэтому давайте работать вместе. Киев и Брюссель шли к соглашению 10 лет. После революции достоинства процесс ускорился. На пути к ассоциации Украина провела ряд реформ. ЕС предоставил безвиз. Но главные результаты этой работы еще впереди, уверяют политики. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Брюссель. Европейское бюро телеканала Интер. Европейское бюро телеканала Интер.